У меня сейчас почему-то на экранчике появились какие-то ручки, и там написано фото, не фото, и забегали какие-то линии, рамочки у лица. Почему-то я раньше этого не замечал, или этого даже не было, хотя я ничего не обновляю уже давно, потому что когда я обновлял этот телефон, он у меня испортился, и пришлось платить 15 тысяч за новую материнскую плату. Сегодня оказалось, что... Ну, в общем, история такая. Меня как-то приглашали куда-то выступать, и написали 16 ноября. Я так думаю, ну, 16 ноября это когда будет там, ну и ладно. Говорю, да, хорошо, давайте. Тут, в общем, я знал, что я буду играть концерт в Петрозаводске, и записал на зал, и я думал, что где-то в 20-х числах октября, и тут я всё спрашивал у работников, ну, как у работников, человек, который работает просто в консерватории. Ну, он как бы видел у него эти какие-то списки, там не списки, он не мог меня никак найти. И именно сегодня я подошёл уже в официальную организацию, которая именно этим занимается. И оказалось, что у меня прямо ровно на тот же день, что и концерт, на который меня пригласили куда-то поехать. И я так удивился, что у меня день прямо совпал, а я об этом даже не помнил вообще. И надо будет двигать здесь дату. Потому что я подумал, мало ли, туда уже не приглашают, я даже спросил, вы меня ещё приглашаете, и они сказали, да, ещё приглашаем. И тогда я понял, что, ну, поменяю дату. Но сейчас, на данный момент она ещё не поменена, причём она у меня даже написана в индивидуальном плане, причём она у меня написана на октябрь, то есть не на тот месяц. То есть у меня какая-то бильберда с датами, которую надо исправлять. Ну, как это? Утро вечера мудренее, особенно в консерватории. После девяти оно гораздо мудренее, потому что оно начинает работать. Так. Что-то сегодня всё так как-то нормально было. Ну, жарковато, эта кофта была всё-таки жарковатая, и в зале сегодня я не занимался. Очень удобно, что здесь лента через дорогу. Я зашёл, купил какой-то еды немножко и поел. Ну, ладно, быстренько расскажу про своё телезрительство. Здесь вот ночное только что смотрел. Фильм «Аладдин» 2019 года. Я сначала вообще не понял, что происходит. Потому что музыку я всю эту уже слышал. Это старая музыка из какого-то там «Аладдина», я не знаю какого, из всех «Аладдинов». И, в общем-то, мне это даже понравилось, потому что музыка там хорошая была. Актёры какие-то очень миловидные, если так можно сказать. То есть, они хорошо выглядят, как будто нарисованные в мультиках. Какие-то у них подвижная мимика какая-то. Но при этом известным актёром там я увидел только одного, которого я знал до этого. И вот я даже где-то видел уже информацию какую-то в интернете о том, что вот этот актёр — это его нехорошая роль какая-то. И да, то есть, какой-то один известный актёр, а он один портит весь фильм. Весь фильм такой какой-то красивенький, а он как-то не вписывается просто. Потому что там у всех, у всех другой тип внешности. Там нет похожего типа внешности больше ни у кого. Даже не то чтобы тип внешности, а размер лица. Там у всех лицо такое на всю голову. А у него лицо какое-то маленькое и неподвижное какое-то. И всё, что я помню, это то, что у него подняты брови всё время. Подняты брови. Такие вот маленькие бровки. У всех брови там большие. У него какие-то такие едва заметные бровки. И получается, что всё время показывают едва ли вот кое-как вообще заметное лицо. Оно там в главной роли. В одной из главных ролей. И всё время его показывают, показывают. А чё я его показывать? Ну где-нибудь бы оно там показалось. Я не знаю. А так... Какие-то там штуки мне вообще понравились. Ну какие-то как всегда. Просто смотришь. Нормальный американский фильм. Вот я чё-то сейчас не помню, что мне там понравилось, если честно. Но что-то было очень весело. Очень весело. Хорошо. Продолжение следует...